АПЛОДИСМЕНТЫ Кришка, Кришка, помоги, Дрели сказку отвори. Детишки, здравствуйте! Детишки, у кого болит животик? У кого чихает носик? У кого температура? Кто не делал физкультуру? Я не делал! Я добрый доктор Айболит. Я лечу всех зверей. И взрослых, и детей. Я прибегу к вам на помощь сразу, как вы меня позовёте. Но было бы лучше, если бы вы никогда меня не знали. А что же вы должны делать, чтобы не болеть? Заниматься спортом, никак не слепить. А ещё? Занимать спортом. Первую очередь, правильное питание. Заниматься гантели. Заниматься гантели и гантели, правильно. Заниматься гантели. Какие вы уменьшите. А давайте поиграем в игру, на вопросы, которые вы точно не знаете ответа. Давайте, все внимательно слушаем. Не забудь перед обедом пирожок перекусить. Кушай много, чтобы побольше свой желудочек набить. Дайте детям мне ответить. И что, Валу? Это можно или нет? Нет! А можно мы тебе, Валя, тоже такие вопросы зададим? Вера, начинай. Я за стульку полежу и снежочком закушу. Дети, дайте мне ответ. Это можно или нет? Нет! Ирин, пожалуйста. Вот, Валя, вот, гранящий пёс. Я хочу его заходить. Дети, дайте мне ответ. Это можно или нет? Нет! А Ваня? Валя. Валя, Валя! Что ты кушаешь? Я хочу с мамой пойду я. Дети, дайте мне ответ. Это можно или нет? Можно. Немного. Буду кушать апельчины. Ни так много витаминов. Дети, дайте мне ответ. Это можно или нет? Можно. Небольшое еще. Небольших количеств. За здоровьем я клюну. Ты, Валя, я не хочу. Дети, дайте мне ответ. Это можно или нет? Можно! Дети у вас тут умные. Еще младше. 28 человек. 28. И здоровье получаю. Ну ладно, ребят, полечи. Пошу. Ой, болит. Я лечусь. Все, пусть отступают. Всегда рада вам. Сейчас залечу. Вот залечу. Где мой молоток? Во. 3, 2, 3, 2, 3. Как turст? Не чужби я его. Я не думаю. Так я живу. Как я живу. Улыбывай. Ну все, вам всего хорошего, не повейте, а я поехал на вызов. До свидания. До свидания. Итак, ребята, кажется, наша книга нас снова зовет. Давайте еще полистаем. Мишка, крышка, помоги, дверью сказку отвори. Открывается следующая страничка. Страничка шуршит, кто-то к нам сюда спешит. Бедняжка я из-за марашка, к золе привыкла к печали. Мне днем бывает очень тяжко. И я мечтаю по ночам. Но я не плачу, я не плачу, я улыбаюсь и терплю. Я верю в счастье и удачу. Всех жалею и люблю. Ребята, бедная золушка. Затем-то отдохни, пожалуйста, нельзя так только работать. Надо чаще отдыхать, правда? Мамы должны чаще отдыхать. Имеем мы сразу на отдых. Кости сходить имеем? Маси красивые одеть имеем? Расскажите-ка мне, пожалуйста, Ника и Даяна, какие платья есть у мамы? Платьяю-ку маму, ну прямо не стеть. Синяя есть и зеленая есть. Есть голубой с большими цветами. Каждая слушает по-своему маме. Брошу мне прежде на спинку кровати. Старый, подрёбанный мамин халатик. Я подаю его бережно маме. А почему, догадайтесь сами. Если наденет халатик цветной, Значит, весь вечер пробудет со мной. Спасибо, спасибо. Это голубушка остаётся. Саша, давайте с вами нарядим наших мам и отправим у гостей. Пока играет музыка, дети будут наряжать свою маму и потом показывать такие наряды, а не ей выбрать. А потом мы поменяемся ролями. Потом, наоборот, мама будет собирать своего ребёнка у гостей. Готовы? Да! Подходим сюда. Ксюша, бери маму. Потом она у нас заработалась. Даня, на мама приехала? Да. Бери маму, бери. Тем более, положено с малышом целый день. Она точно имеет право на старый день. Артём, мама здесь у нас? Бери маму. Очень маленький. Очень маленький. Ребята, так вот. Димит, мама здесь? Да. Пожалуйста. Мама. По очереди будем меняться. Вот сюда. Мама, вот сюда. Артём, вот сюда. Да, да. Да, да. Да, да, да. Пошли. Всё, правда, она играет музыка в момент. Так. Дети наряжают своих мам. Ксюша, дизайнерские работы начнутся по началу музыкального сопровождения. Всё готовы? Да. Присустили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова